Майкл Макфол, один из близких соратников Обамы, бывший посол США в России, уже заявил, что Украина больше всех проиграла от такого выбора американского народа. Вадим Карасёв, вы согласны с господином Макфолом? Частично да, частично нет. Часть элиты украинской, да, проиграла, это Народный фронт. Проиграл. Но Украина выиграла, может быть. Народный фронт всегда проигрывает. А в чем же проигрыш Народного фронта? Потому что не надо делать такие публичные месседжи, заявления в Фейсбуке, официальные, которые делали представители Народного фронта, характеризуя, не очень лестно, кандидата в президенты, который стал президентом США. Я понимаю, о ком идет речь, кстати, эти политики и Аваков. Не знаю, подчищал ли свои посты Яценюк, не следил Аваков, подчистил в первый же день. Ну, тут есть специалисты по критике Народного фронта, поэтому я оставляю это для них. Но если говорить об Украине, так, то не проиграла. Почему? Потому что это хороший шанс для нас, так, скорректировать внешнюю и внутреннюю политику, делать ее более самостоятельной, не рассчитывая на то, что мы будем хорошими клиентами геополитических патронов. Хватит нам колебаться между разными векторами и жить комплексом бедного родственника. У нас или старший брат в Москве, или дядюшка Джо Байден. Так нельзя так проводить политику. Внутренняя и внешняя политика должна быть более самостоятельной. И все-таки искать внутренние ресурсы для решения ключевых проблем Украины. Территориальной целостности, национальной безопасности и экономического развития. Продолжение следует...